Всем привет! В эфире Универа Ньюс, а в студии Кристина Надышина. Наша команда подготовила для тебя самые интересные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ прошла лекция до полномочного по правам человека. Философия и технология критического мышления. Обновленная программа по философии для студентов КФУ. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, государственный советник Республики Татарстан Ментимир Шаймиев, а также ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров посетили первый в Казани полилингвальный образовательный комплекс Адымнар. Во время визита гости посетили многофункциональные кабинеты, жилые комнаты воспитанников, зоны проектной деятельности. Особое внимание было обращено на трансформированные многофункциональные аудитории, зоны социализации учащихся и родителей, мастерские, помещения для детского творчества и мастерские современных технологий. Помимо этого министру просвещения представили учебники по нескольким предметам на русском, английском и татарских языках, по которым будет вестись обучение. В Императорском зале Казанского федерального университета прошла лекция на тему «Роль и место Института Уполномоченного по правам человека в правозащитной системе России». Лектором выступил российский политик-юрист Татьяна Москалькова. На лекции поднимались вопросы касательно работы Института Уполномоченного по правам человека в современном обществе. Все подробности далее. 7 сентября в Императорском зале Казанского федерального университета прошла лекция «Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» Татьяны Москальковой на тему «Роль и место Института Уполномоченного по правам человека в правозащитной системе России». На лекции присутствовали студенты Казанского федерального университета разных направлений, таких как экономисты, юристы, филологи, политологи, социологи и многие другие. Это одна из мотиваций была в моих приездах в ведущий университет с мировым именем, с тем, чтобы поделиться о системе защиты прав и свобод человека и гражданина, потому что нет сегодня более важной темы, чем жизнь человека. Как рассказали на лекции, в современном мире очень важную роль играет понимание того, как же все-таки должна быть устроена жизнь человека. Поэтому содержание лекций станет интересным и полезным не только для студентов, но и для широкой общественности. Я выбрала тему «Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» по той причине, что это один из самых молодых государственных институтов, выполняющих важнейшую задачу сегодняшнего дня, объединяющих государственные начала и гражданское общество. К слову, местом проведения лекции не зря был выбран КФУ. Как заявил ректор Ильшат Гафуров, в ВУЗе существует площадка для проведения круглых столов, где известные люди обсуждают те или иные вопросы. Юридический факультет всегда был базой для проведения разных родов встреч с известными людьми. И у нас есть всякие круглые столы по спорным моментам. В частности, мы всегда обсуждаем все те моменты, которые происходят по всему миру. Юридический факультет, он же с первого момента создания нашего университета существует и никогда не прерывал свои действия. У нас работает Центр по правам человека здесь, который мы создали в 2015 году. И для республики это особо важно, поскольку республика работает с инвесторами со всего мира. Помимо этого, в ходе лекции студенты задавали интересующие их вопросы. Так, одним из наиболее важных стал вопрос, как все-таки институт, уполномоченный по правам человека, работает с молодежью. По словам лектора, чаще всего к ним поступают жалобы на нарушение человеческих прав, с которыми институт тщательно работает. Это дети-сироты, которые долгое время не получают жилье. Это молодежь, которая не может устроиться на работу или ее лишают работы, потому что она не конкурентно способна в период роста безработицы. Это вопросы получения жилья. Конечно, мы работаем с каждой жалобой индивидуально. Выделив системные вопросы, я обращаюсь к президенту путем ежегодного доклада или по личным вопросам. Полную версию лекции можно посмотреть в записи на YouTube-канале Универ ТВ. Лев Диденко, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете обновили содержание дисциплины философии. Давайте разберемся, в чем принципиальное отличие от предыдущей программы и зачем это нужно было. Смотрим. Специалисты Института социально-философских наук и массовых коммуникаций завершили работу по обновлению содержания дисциплины философия, реализуемой на всех направлениях подготовки в бакалавриате. Рабочее название обновленной дисциплины – философия, технология мышления. Ее содержание полностью отвечает формированию компетенций, закрепленных за философией в действующих федеральных государственных образовательных стандартах. И вот в обновленных вот этих ГОСах, 3, 2+, в списке компетенций номером один стоит, специально вам цитирую, способность выпускника осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. Согласно решению руководства КФО, планируется в течение двух лет осуществить переход к реализации обновленной дисциплины философия во всех основных структурных подразделениях. Новый курс философии, он уже будет предполагать, что студент не просто осваивает некоторый контентный материал, просто что-то запоминает. Он вырабатывает определенные навыки действия, определенные компетенции, то есть приобретает готовность к некоторому действию. Действие может быть связано с какими-то суждениями, в том числе ценностями, моральными суждениями, осуждением некоторых выборов, в том числе повседневных, повседневной нашей жизни, как правильно совершать моральный выбор. Разработка философского курса, обучающего технология мышления, один из проектов, реализуемых в КФУ с 2019 года. Сотрудничает с видным отечественным философом Петром Щедровицким. Он известен как автор философской концепции, где во главу угла поставлена методология. Одной из особенностей его школы является значительный опыт применения теоретических идей на практике, в том числе в управлении педагогики. В этом проекте мы планируем разрабатывать отдельно различные умения, точнее методы совершенствования умений, работы с разными типами информации, разными видами того, что можно вообще сделать с информацией. Кристина Надышина, Диана Латышева, Универ Ньюс. Ученые Казанского Федерального Университета изобрели новые виды полимеров на основе молочной кислоты. Подробности далее. Ученые Казанского Федерального Университета, входящие в состав приоритетного направления «Эко-нефть», разработали новые виды полимеров. Разработки станут полезными во многих отраслях, как промышленности, так и здравоохранения. В нашей работе были получены соединения, содержащие фрагменты производных макроциклов и фрагменты молочной кислоты. Были исследованы их термохимические свойства, то есть было показано, что эти соединения являются низкоплавкими, что может быть использовано для 3D-печати. Новые полимеры, созданные путем поликонденсации молочной кислоты, очень востребованы в фармакологии, так как обладают множеством свойств, таких как биосовместимость и биоразлагаемость, нетоксичность и механическая прочность. Все это позволит создавать лекарственные средства, которые не будут наносить вред организму человека. Они теперь стали более избирательными. А значит, их теперь можно использовать для доставки лекарственных средств, для медленного выделения лекарственных средств в организм. Это одна из проблем в медицине, чтобы профиль выделения лекарственных средств был как можно более плавным, чтобы не было каких-то резких переходов. То есть мы хотим съесть лекарство, чтобы оно медленно появлялось в нашем организме. Помимо этого, очень важным свойством новоизобретенных полимеров станет улучшение их термомеханических свойств. Над решением вопросов ученые разных стран ломают голову уже несколько лет. Зачастую нужно соотношение эффективности этих соединений и, соответственно, их цены. То есть в этом плане, так как у нас эффективность наших соединений будет в разы лучше, чем не модифицированный, просто производных молочной кислоты, то это соотношение должно сыграть положительную роль. По словам ученых КФУ, разработка продолжается уже пятый год подряд. Однако некоторые виды новых полимеров уже используются в создании лекарственных средств. Их используют в системах доставки лекарственных средств. То есть в аэрозолях, которые мы можем просто брызнуть в нос, и, соответственно, которые даже в легких не нанесут нам какого-то особого вреда. По прогнозам ученых, данная разработка может оказать существенное влияние на применение полимеров в медицине по всему миру. Лев Диденко, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова